Мы занимаемся, а ну рассказывай. Пакуем вещи. Скоро летим в отпуск. Куда летим? В Египет. И что там будет? Солнце, море, пляж, тусовочки. Да. Я же забрал путевки. Есть хорошая новость и плохая. Сначала плохая, плохая, чтобы потом порадовать хорошей. С плохой точно, уверена? Да, уверена, боже, что там уже случилось. Мы летим через... Так, друзья, всем привет. Меня зовут Дима Ястров. В общем, забрал путевки. Все дела уже сделали. Ну там мы как бы раз ездили документы, забирали потом подтверждения всякие и так далее. Тесты сделали. Нужно тесты на карамбовирус давать перед тем, как летишь. Если, кстати, интересно по ценам, мы ничего не скрываем. Можем сказать все как есть. Привет, мамаша. Привет. А еще, братва. И сейчас тебе, Кристина, скажу. Представляешь, я сегодня заехал в Ашаню. Привет, Достя. Купил штатив. Достя, привет. Ты, мама, рада видеть? Конечно, рада. Купил штатив вот такой вот. Распечатал его, а внутри не хватает деталей. Да. Я сейчас буду ехать. Надеюсь, не поменяют. Хорошо, что я чек сохранил, а то я обычно чеки выбрасываю. А 350 гривен на дороге не валяется. Офигеть. Да. Я в шоке. Так, поехали сейчас. Ну так, я туда еду. А, да? Я сюда. Ты со мной? Ты в машине посидишь. Нет, мы с тобой. Боже. О, хочешь покажу, какую я фоточку? Хочешь? Есть хорошие новости, плохая. Сейчас, секунду. Я похвастаюсь сначала. Давай, давай, похвастаюсь. Ой-ой-ой, ничего. Это не ты, я не верю. Это фотошоп. Это я покажу. Не, я тебе не верю. Это фотошоп все. Это я сама. Это я сама. Я тебе протру телефон. Слушай, я же забрал путевки. Есть хорошие новости, плохие. Сначала плохая, плохая, чтобы потом порадовать хорошей. Плохой точно? Уверена? Да, уверена. Боже, что там уже случилось? Мы летим через пять дней, а не завтра. А почему? Ну, вот так вот. Офигеть. Что такое? Ну, я настроилась уже до завтра. Сильно расстроилась? Ну, немножко, да. Ну, мы же все равно летим, правильно? Ну, да. Та шчу, завтра летим. Ох, ты пранкер. В общем, плохой новости нет, есть такая хорошая. Проходите, да, мы проходите. Есть такая хорошая. Там мужчина еще? Там мужчина еще не дошел. Он мне показывает, что давай, проезжай. Да! Ну, что, знаешь, какая хорошая новость? Какая? Или там уже сказать тебе? Да шо значит там уже? Говори давай. А может, все-таки там? Ну, Дим, мы... Тебе не кота за яйца. Хорошо подумай. Дима, хорошо подумай. Ладно, давай ты попытаешься уходить. Мы сидим возле окна и впереди. А, кстати, походу мест тебе тоже не сказал. А шо? Да, Дим, ну говори, я не люблю. Ты, я уже не понимаю, где ты врешь, где ты шутишь, где ты вообще шо? А мне нравится, так, наверное, пердачок твой горит. Обожаю это дело. Так, что у меня там на голове? Да нормально там все. Ну, говори. Да, мы сидим возле окна. Ура! Да, только не передние места, у нас седьмой ряд, мы возле окна сидим. Я сижу возле окна с комиссией, ты рядышком. Это я с комиссией? Не-не-не-не. Боже, а не первый раз? Не сразу возле окна. Не, ну седьмой ряд, это ж крылышко будет видно. Ну, полчаса, я забыл, у нас полчаса две хороших новости, это одна хорошая новость, а вторая есть еще лучшая новость. Угадай. Не знаю. Мы до какого числа там будем? До 12-го. До 15-го? Да ладно. Подожди, а как ты так сделал? Да, вот так вот. Как? Я сам не знал. Мы купили путевки, я думал, мы до 13-го, а мне говорят, ну, вы же там через неделю, да, получается, возвращаетесь? А я говорю, да не, ну мы же до 13-го, там чуть-чуть меньше. Они такие, да не, до 15-го. Я говорю, да не до 13-го. Они открывают, говорят, да вот, смотрите, что-то до 15-го. Я такой, серьезно? Ты мне вообще говорил до 12-го. Не, я говорил до... Ну, мне послышалось, когда она мне говорила, что ты до 13-го. Я такой, ну ладно, ну мало дней, ну ничего страшного. Зато цена хорошая. Будем подписчикам говорить, за какую цену мы купили? Конечно. Я вообще думаю, все, все, все прямо рассказывать. Мы же все равно без никаких скидок, не это самое. Ты сколько, Кристина даже точнее знает. Мы, в принципе, в этом видео можем сказать. Что ты делаешь? Ты что? Скаженный пэс? Летит, сигналит. Идиот. Я всегда просто пропускаю, здесь как бы у меня главное, но я все равно притормаживаю, потому что есть люди несутся. А это Вася едет и, ну, давай, типа сигналит. Куда ты спешишь? Куда ты торопишься? На тот свет не хочет не успеть, или как? Кабеля тоже говорит, он не прав. Ну, правильно. Нужно всегда... Я не понимаю, так просто я сейчас приехал по круговому движению, и у меня главная дорога. Я все равно притормаживаю, всегда смотрю, потому что там три полосы, и бывает, первая тебя пропускает, а за ними летят, и можно попасть в ДТП, поэтому я притормаживаю. Да. Так, ко мне, если поправь, ей шапка налезла. Короче, за сколько мы купили путевку, скажи? Смотрите, 13 тысяч с копеечками, это стоит 2, и плюс 2 тысячи, это за ребенка, плюс... За двоих 13 кусков и 2 тысячи за камелю доплачивают. Плюс тесты. Да, тесты, тоси-боси. И обошлось 16 300. Да, да. Ну, это очень хорошая цена, но только, блин, я очень рада, вообще неожиданно, только я на тренировках сказала, что в среду буду уже, нужно опять переменить. Ну, я поэтому тебе сейчас сказал, я бы тебе вообще думал говорить там, но думаю, это же девчонок ты можешь подвезти, поэтому лучше заранее. Конечно, надо предупредить. Ну, было бы прикольно, да, чтобы мы вещи собирали уже, а потом я такой, так, и у нас еще 2 дня. Блин, офигенно. Да, было бы вообще жесткий пранк. Так, сегодня улетаем, собираем вещи, такие, это, это. И ты такой, ладно, оставим все еще на пары, вот то бы я вообще офигела бы. Ну, тогда бы мы подвели девчонок. Ну, да, да, и реально, это же моя работа, плюс мои тренировки, а у меня абонемент заморозили мне. Ну, и девочки, что же. Слушай, я хочу с тобой еще посоветоваться. Еще дополнительные расходы, мне не нравится, нужно прилететь, потом тесты опять здесь сдать, это 1800. Плюс мы едем в аэропорт, мне за 600 нужно за парковку отдать, за там 7 дней за трансфер, ну, типа, за то, что у нас там такси и парковка. Плюс покушать надо будет, если на ужин не успеваем. Ну, да, 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 и шо еще, и шо еще, вот, штатив этот купил, как ты думаешь, не его поменяют или нет сейчас? Поменяют, конечно. Ну, не уверен. Я сейчас иду, значит быстро поменяют. И еще, такой хочу у тебя вопрос задать, я сегодня нашел прикольный монопод, он стоит 800 гривен, но он как штатив можно использовать. С одной стороны, дорого, и не хочется бабки на него тратить, а с другой стороны, ну, типа, это удобная штука, там, фоточки делать, все дела. Нет, нет, не надо. Не надо? Мы и так сделаем классные фоточки. Ну, он такой прям, монопод и штатив, там, такие ножки, его можно так ставить на пляже, например, Так у тебя тоже есть такие ножки. Не, ну, он огромный, мы же не будем такой с собой тащить. А тот ты просто в рюкзак закинул, он всегда с собой. И он высокий, длинный, можно так с комиссией на вытянутую руку фоткаться. Не, не надо. Точно не надо? Точно не надо. Кристина, экономка, видите? Да не, ну, просто, типа, ну, как бы, зачем? Шо, идем менять? У тебя и так куча всяких девайсов. Не, я беру, я вот только хотел с собой взять. Ну, и всякие. А, кстати, покажем сегодня сумки, да? Да. Покажем вам сумки, что мы с собой берем. Да, 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 Дима берет свои вещи в свою сумку, а я беру камелин. Хорошо, ты тогда, ты будешь нырять с маской плавать? Да. Ага. Ну вот, тогда ты бери одну маску, я одну, тогда у меня суженка станет меньше. Тогда половину комиссийных вещей ты берешь, и так согласна. Нет, комиссия при всема свои вещи несет. А, ну, потому что в комиссии там столько вещей. Да, слушай, я ее памперс и игрушки беру. Камелин в соседней комнате, поэтому мы не супер громко говорим. В общем, видите, у нас тут бардачок, такой творческий беспорядок. Чем мы занимаемся? А ну, рассказывай. Пакуем вещи. Скоро летим в отпуск. Куда летим? К Египет. И что там будет? Солнце, море, пляж, тусовочки. Да? Да. В общем, завтра у нас сейчас... Смотри, сколько времени у нас там? Сейчас у нас 22.20. Да, и в 7 утра мы стартуем в другой город. В Запорожье. И оттуда, собственно, улетаем в Египет. В Египет. Первый раз в нашей дожке. Кстати, Кристина, я же документы забирал. Не все тебе еще сказал. Из хороших новостей. Так. Нам дадут бутылку шампанского. Не, бутылку шампанского не дадут. Нам дали сертификат подарочный. На... Ласково просим на территории красы, да, здоровья. Короче, спа, что-то там. Ух ты. Да. Нифигасе. Можно я посмотрю? Можно. Я не поняла, что ты сказал. Три сеанса для двоих взрослых. Соляна кимната. Да, вот, соляную комнату. Солевую. Я не знаю, что это такое, я не был никогда в таких штуках. Но, тем не менее, не есть. Что? Это убирай, это мы потом разберемся. Это не забудь. Показывай подписчикам, что мы тут берем с собой. Эй, Дима, я так слышала. Кристина пакует свой чемодан. Что мы берем? А здесь ничего интересного. Это купальники. Ага. А это моя одежда, луки, которую я себе собрала. Чтобы вы понимали, нам нужно вот такой вот, и там такой же черненький чемоданчик. Два маленьких чемодана запихать, все вот это вот. Да. Вот, здесь я решила в кроссовках еду. Кстати, я не знаю, что у меня эти штуки, но они еще лежат с прошлых наших полетов. И босоножки. Понятно. Короче, у Кристины тут шмотки, шмотки, шмотки и камелина, да, я так понимаю? Детская панама. Сейчас покажу, что у меня. Ну, это кроссовки тут мои, шорты купаться я не буду. Да, я эти к собой возьму. В шортах я поеду. Пленку с собой берем, заматывать багаж. Вот эту штуку возьмем. Что с нами? Вот это. Кенгурушку? Да, выносить камелину. Ну, давай возьмем, закидывай себе, у тебя там места, смотри, еще полно. Сейчас показываю, что у меня здесь. Убираем. Кристина попросила взять камелину вот такую игрушку. И там было с чем играть. У меня тут куча памперсов камелиных. Маска, естественно. Смазка. Еще какая-то игрушка. От комаров такая хрень. Крепление на грудь для GoPro. Гидрокостюм. Бутылочка вискарика. И увлажнитель воздуха. Все, собственно, это все, что я беру. Пару шорт, несколько футболок, куча памперсов. И, короче, всякие крепления. И штатива и так далее. Так, ну, естественно, беру с собой ноутбук еще. С всякими там, такими всеми девайсами, зарядочками. И колонку возьмем вот такую вот. Блюпуп, чтобы музыку слушать, да? Да. Что ты выкладываешь? Не берем, что ли? Берем, но не берем. А, текилу еще нужно, чтобы ты взяла себе. Куда-то ее внутрь засунь, чтобы ее не разбили. Это капец, я уже не знаю, куда что уложить. Куда дочечки или еще? Что, расскажи свои ожидания. Чего ты ожидаешь от этого отдыха? Я? Боже, ребята. Да, еще рассказывай. Вы даже себе представить не можете, какой для меня это будет отпуск. Я думаю, девчонки и мамочки меня понимают, как никто другие. Дома ты убираешь, гладишь, стираешь, готовишь. Ну, ты делаешь много женских дней. А я еще преподаю, хожу на танцы. Многие дни? Ой. Ну, в общем, вы поняли. А я еще работаю в двух магазинах, преподаю, хожу на танцы, занимаюсь с ребенком именно качественно. Когда я откладываю все телефоны, планшеты, любые занятия свои и четко провожу скамелией, занимаюсь, читаю ей, развиваю ее. Ну, в общем. А здесь семь дней я буду просто ходить кушать, тебе в номере уберут, купаться, загорать, проводить время, все время с Димой и скамелией качественного классного времени. Я не знаю, что у нас там будет с интернетом, но это будет супер-пупер отдых, поэтому я с нетерпением его жду. Кстати, летим в тот отель, куда расскажи. Да. Летим мы в тот отель, в котором мы были с Димой первый раз. Первый мой полет в Египет. И вообще первый раз, первое мое путешествие в моей жизни было именно в этот отель. И сейчас, спустя три года, мы возвращаемся с Камейской. Ровно три года назад, в марте мы были, ну а сейчас апрель. Вот. Мы возвращаемся только уже с нашей дочечкой. У нас там есть, у Димы есть там друг Саладин. Он будет очень рад увидеть Диму. В общем, что я могу вам сказать? Это будет очень круто. Солнце, отдых. Я запаслась на всякий случай лекарствами для дочки, для нас медикаменты, игрушки, кашку. В общем, всё взяла. Продолжение следует...